У Нижнего Новгорода появится свой фильм. Художественный фильм о городе. Команда, актеры, все Нижегородское. Музыка тоже. Это Чижа. Студия Нижний вот уже второй год ведет съемки и вот небольшой трейлер. Мы по-разному стали писать, сочиняясь, говорить. Но почти одинаково взялись за дамские души. Мы валялись в траве, а ее было можно курить. И нынче мы дома в солнце. В общем, уровень виден. Фильм, как минимум, очень красивый. Сегодня проходили съемки еще одного эпизода. В нем задействованы самые популярные сейчас музыканты, братья Крестовские. Поехали! Японский городовой. Это... Что за бред? Извини, мол. Говорю. Есть этот план, сняли. Я уже четыре раза учила по коленке. Есть и Никита, кстати. Конечно, вот. Ну, мне нравится, безумно нравится все. Сейчас снимается маленький эпизод. Я надеюсь, что в нашем фильме будет песня Крестовских. Вот, Рома Турман. В этом городе все сумасшедшие. И вот этот эпизодик, он как бы такая подводка к этой песне. Да нет, ну, я, конечно, не актер, поэтому... Это не моя традиционная профессия. Что это за класс? Мне привычнее музыкой заниматься. Ну, меня напрягает просто, что я должен быть сейчас на пляже. Да, в такую жару. Процесс идет нормально. Прежде всего потому, что и Вова, и Сережа, это очень классные ребята. Они пришли, ничего не зная о том, куда они идут. Вот. И как-то Вова проникся, и он нам помогает. Как материал? А это будет понятно только на этаже. Сейчас не видно. Сейчас я вообще ничего не понимаю. Стараемся просто все сделать как можно лучше. Почему вы решили откликнуться и выключить все? Да, да, да. Потому что я... Хочу сказать, мудак. А, ну, не скажу. А, я не знаю. Ну, было полчаса вот у меня есть, что ребятам не помочь сняться. Снять кино, даже если это не голливудские блокбастеры со спецэффектами, штука очень затратная. Нужен так называемый предпродакшн. Сценарий, планировка, концепция, подготовка. Далее оборудование. Камеры, штативы, свет. Нужна команда, которая будет со всем этим работать. А людям нужна зарплата. Актеры? Им тоже нужно платить гонорары. Ну, и в конце концов, 21 век. Хоть какие-то визуальные эффекты должны быть. И это расходы. Хорошо, если рядом бьет нефтяной фонтанчик или деньги прямо с неба падают. Но так у нас не бывает. Режиссер этого фильма за помощью обратился к нижегородцам. На данный момент леценатами вложено в картину уже более 5 миллионов рублей. На эти деньги закуплено недостающее оборудование и проведена большая часть съемок. Что осталось сделать? Доснять кое-что, смонтировать фильм, выполнить визуальные эффекты. Например, воссоздать атмосферу 90-х годов. Там, где-то необходимы фильмы. Озвучить фильм, дублировать. И подготовить к показу. Все это нужно для того, чтобы фильм было не стыдно показать широкому зрителю, чтобы он был сделан на современном, качественном уровне. Поэтому для того, чтобы закончить работу, вложить в него нужно еще примерно столько же. То есть где-то порядка 5 миллионов. Мы обращаемся к тем, кому так же хочется, как и нам, чтобы у нашего города был свой фильм. Помогите нам собрать денег на то, чтобы закончить производство картины. Если вы найдете возможность перечислить какие-то деньги на производство первого художественного фильма, посвященного Нижнему Новгороду, то мы обещаем вам, что вы увидите своими в финальных титрах. А если вы меценат или инвестор, и захотите внести какой-то весомый вклад в общее дело, то мы отблагодарим вас как-то по-особенному. Но как именно, наверное, это нужно обсуждать отдельно. Сбор средств будет организован на нашем сайте. www.kbcnma.ru Там вы сможете выбрать наиболее удобный способ перевода денежных средств. Кстати, снимать фильмы на народные деньги за рубежом уже не в новинку. 10% картин, показанных в этом году на фестивале независимого кино Sundance, обзавелись финансированием через Kickstarter. Это портал, через который разработчики обращаются к своим будущим пользователям с просьбой о помощи. В России тоже есть удачные примеры. 28 панфиловцев этот фильм может стать первой картиной, которая будет снята на деньги зрителей, а значит избавлена от любой цензуры. Независимая студия Санкт-Петербурга разместила короткий трейлер будущей ленты на портале Boomstarter и предложила неравнодушным поддержать проект «Это был взрыв». За 10 дней в бюджет фильма почти 3000 человек перечислили более 2 миллионов рублей. А до этого поиск финансирования под организацию подвига советских солдат безуспешно ввелся в течение нескольких лет. Хочется верить, что и Нижегородский проект ждет такой же успех. Субтитры создавал DimaTorzok